По решению СНБО и президента Это было единственное возможное решение на самом деле для президента Неизбежное практически решение В ситуации, знаете, когда хочется и колется, и когда идут игры патриотов Сегодня для власти главная задача это не допустить возникновения третьего Майдана И главная задача для власти борьба за умы и за, скажем так, за поддержку Со стороны правых и радикально настроенных украинских граждан Поэтому любое другое решение, то ли разгон блокады, конфликт с блокираторами То ли игнорирование ситуации, оно приводило к тому, что власть бы двигалась бы, скорее всего, к третьему Майдану Или она двигалась к потере управляемости, потере международного имиджа Потому что все это демонстрировало бы, все это просто демонстрировало бы тогда анархию Масновщину Которую на Западе, в принципе, не понимают Поэтому решение о блокаде, это было единственное возможное Если блокаду нельзя победить, ее можно только возглавить И по этому пути пошла власть, все-все логично Но это пировая победа Победа, возможно, ситуативно только чуть-чуть исправляет, скажем так, положение власти в общественном создании В право радикальном общественном сознании, возможно, она вводит хотя бы видимость правового поля того, что происходит на Востоке Но в то же время эта победа вызывает огромные вопросы в отношении Минских соглашений И очень тяжело теперь будет объяснить позицию Украины в Минских соглашениях И доказывать, что Украина их не нарушает в данной ситуации И эта пировая победа, ситуативная победа президента Это решение, которое происходит из безысходности Оно дало еще несколько важных посылов в общество Первый посыл это то, что президент слаб И, конечно, самостоятельно он не разогнать блокаду, не договориться Ни путем шантажа давления, мытья и катания Ни на Садового, на Поросюкова, на всех остальных Он не сумел решить вопрос блокады в принципе Он вынужден был согласиться на требования правых радикалов Во-вторых, и, соответственно, это прощает такого же рода действия в будущем Когда тысячи человек, даже меньше человек, могут достигать своих радикальных целей Только путем блокирования каких-то путей, проведения каких-то силовых акций Президент слаб, он не контролирует ситуацию И не может достигнуть реализации украинского законодательства на территории Украины И второй месседж, это еще один месседж для бизнеса, в том числе для международного О том, что договоренности с украинской властью, в части проведения бизнеса Они не стоят даже той бумаги, на которой, наверное, не подпишутся эти договоренности В свое время еще Коломойский говорил, что у него была понятичка Договоренности с президентом отношений и распределения сфер влияния Эту же судьбу Коломойского, Фирташа, Таруты, Онищенко, в какой-то мере даже Пинчука Вот разделил сегодня и Ахметов Более того, эта ситуация усугубляется даже теми ограниченными, такими, я бы сказал бы Минимально возможными санкциями в отношении российских банков Банковское лобби, это вообще, банковское и мировое лобби, это вообще отдельная история Это очень-очень плохой знак И очень будет плохо воспринято в отношении лично Петра Алексеевича Вот давление на банки и на банковские лобби Тем более, что добрая половина этих, как бы, российских банков На самом деле, это банки с иностранными капиталами, с американскими, европейскими То есть это очень плохой знак для бизнеса О том, что в Украине бизнес вести невозможно, любой, даже договаривались с властью Потому что ты рано или поздно окажешься или заложником политической ситуации Или тебя банально просто обманут Не выдержат, к сожалению, тех или иных договоренностей Что касается российских, вот эти два знака Они в дальнейшем будут, только усиливают дестабилизацию власти Президент выиграл максимум пару недель передышки Максимум пару недель Но дестабилизация власти будет только усиливаться на фоне этих знаков Потому что вопрос не решен И несмотря на решение СНВО, блокираторы, мне кажется, с Донбасса не уехали И поскольку их цели не достигнуты Цели они немножко другие И как раз вот это блокирование, я считаю, как раз, наверное, с сердцем И причиной этого блокирования Это конфликт президента с бизнес-кругами украинскими, политическими кругами И попыток концентрации власти Такой себе асимметричный ответ политика бизнес-кругов Украины На попытку концентрации власти Порошенко И главной целью этой блокады является, безусловно, не ордлом И, к сожалению, даже не военнопленные Главной целью этой блокады являлась полномочия президента И он вынужден будет ими уступать То ли переформатируя коалицию, то ли переформатируя правительство Ну и в худшем для него сценарии, идя на выборы Притом, конечно, вот это заявление по выборам президента О том, что я не подарю вам выборы Но, знаете Я их продам Да, я их продам, я слышал такой сценарий Но все же ты не можешь подарить то, чего у тебя нет Ты не царь, не султан, не император И если возникнут конституционные условия для проведения выборов Ты должен выполнять закон Принимать соответствующие законные решения То есть и обосновывать принятие тех или иных решений Но дарить то, чего у тебя нет Ты не можешь Ты нанятый на работу сотрудник Находящийся под присягой И мне кажется, что президент начал, к сожалению, об этом забывать Что касается Поэтому нестабильность будет усиливаться Что касается российских банков И санкций в отношении них Это тоже единственное возможное и минимальное решение По большому счету санкции не введены Те ограничения, которые задекларировал Национальный банк Реально на работу этих банков не повлияет Единственное, что на них негативно повлияет Это та развернутая информационная кампания Которая провоцирует панику среди вкладчиков Которая паника, соответственно, приводит к оттоку капитала Но на сегодня российские банки Это как минимум 10% банковской системы Украины Это как минимум 40 миллиардов депозитов Это как минимум 150 миллиардов активов Если российские банки уйдут с украинского рынка И уйдут не по-хорошему, да даже и по-хорошему Уйдет на сегодня достаточно серьезный урон Украинской банковской системе Мы можем столкнуться с теми же самыми процессами С которыми мы имели дело в 2015-2014 годах То есть девальвацией, инфляцией, банковой финансовой паникой Поэтому я думаю, что национальный банк до последнего Украинская власть до последнего будет пытаться этого варианта избежать Радикалы свое давление, скорее всего, продолжат Вопрос в этот вопрос не закрыт Российские банки в Украине воспринимаются Как эхилесово пята Кремля Россия только за последних 3 года Декапитализировала эти свои дочки на сумму Более 4 миллиардов долларов Вны в кризис 4 миллиарда долларов было инвестировано Эти банки являются безусловной инфраструктурой Российского капитала и российского присутствия в Украине И борьба с ними, безусловно, продолжится Вопрос не закрыт Причем это тоже такой элемент первой борьбы Которая демонстрирует то, что Мы пилим сук, на котором сидим Любая победа в этой борьбе Будет еще большим поражением для Украины Нежели даже нынешней ситуации Парламентский переполох Тоже очень коротко Наверное, лучше бы послушать Было бы тех, кого-то из наших коллег Которые обслуживают парламентские фракции Но все же, по моей информации По тем планам, которые есть Которые я видел Один из этих планов опубликовало издание Страна Юэй Власть сегодня активно работает Над возрождением коалиции Над возвращением эту коалицию Радикальной партии Ляшка Есть разные, пока что обсуждается Конфигурации этого возвращения Разные балансы И место, которое займет Радикальная партия Ляшка В этой коалиции Единственное, что фактически проходит Сквозным через эти договоренности Переговоры, которые ведутся Это то, что Радикальная партия Ляшка Претендует как минимум На одного министра Серьезного министра Ресурсного министра Как минимум На руководящую должность Руководителя парламента Несколько губернаторов Конфигурации есть разные Я видел четыре уже вида конфигурации Которые возможны в этом балансе Президенту очень нужна эта коалиция Ему необходимо номинально Преодолеть парламентский кризис Ему необходима эта коалиция Что показать европейским Американским партнерам Что все под контролем Коалиция есть Правительство работает Ему необходимо в конце концов Эта коалиция Что преодолеть порог 14 апреля Когда закончится срок иммунитета у правительства И вопрос о недоверии правительства Будет актуализирован Конечно это не означает Что 15 апреля будет голосовать За правительство в парламенте Потому что голосов за это сегодня нет Но правительство начнет шататься Тем более оно обречено И оно раздираемо внутренними конфликтами Мы видели Данилюк Насиров Гройсман Амелян Амелян Укрзалезнеця Кутовой Куби То есть многочисленные конфликты Раздирают это правительство И конечно Слово и отсутствие парламентских коалиций Делают это правительство Еще более доступной жертвой Для вот этой политической дестабилизации Что и как будет меняться Не готово говорить Надо говорить с Ляшко Ну мне кажется Сегодня у Ляшка такой себе Выбор морозом И пойти заработать Или И пойти заработать и уйти Или Не пойти не заработать И возможно еще остаться В политической системе Потому что безусловно Такое объединение Наверное Очень серьезно ударит Как минимум по рейтингам Ляшко Так Блокада и Минский процесс Взгляды из-за границы Ну много на западе пишут Но я хочу И много негативных отзывов И в той или иной мере Критические отзывы Прозвучали сегодня С стороны всех западных партнеров С стороны США Европейского союза Но я бы не переоценивал бы Эти отзывы Почему? Потому что Мне кажется Что западные партнеры Нынешнего Украины Не прорвотят Что бы Украина ни делала В отношении Минских соглашений Это просто еще раз подчеркивает То что К сожалению Минские соглашения Умерли То есть Они абсолютно сегодня Являются уже нерабочим механизмом Они обеспечивают Только условные перемирии Сам факт Сам факт Функционирования Нормандского формата И вот Минские встречи Обеспечивают перемирии Все остальное Абсолютно находится В нерабочем состоянии И не может быть выполнено Есть Огромная угроза Что в связи с смертью Минских соглашений В связи с тем Что конфликт не решен И промежуточные его результаты Не устраивают Сторону Или стороны Нас ожидает Военная эскалация Этого конфликта Особенно после Субтитры создавал DimaTorzok